Лекция 2. Актуальность операционной системы и оболочки План 1. Системное и прикладное программное обеспечение 2. Операционная система 3. Операционная среда 4. Операционные оболочки Системное и прикладное программное обеспечение Все программные обеспечения делятся на системные и прикладные Системные принято называть такие программы, которые используются всеми остальными программами Без них невозможно создание и выполнение прикладных программ Прикладные программы выполняют научные, технические и иные задачи, непосредственно не связанные с управлением компьютером В составе системного программного обеспечения можно выделить две составляющие Первое – базовые и сервисные Базовые – это минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера В него входит операционная система и операционные оболочки Второе – сервисные Программы и программные комплексы, которые расширяют возможности базового программного обеспечения И организуют более удобную среду работы пользователя К сервисному программному обеспечению также относятся средства разработки и создания программ Компилятора и интерпретатора Первая схема у нас тут показана – общая структура Место операционной системы в общей структуре компьютера показано Самый нижний слой модели – это физические устройства, которые входят в состав компьютера Интегральные микросхемы, платы, источники питания, дисплей, клавиатура и т.д. Отдельные устройства объединяются в функциональные блоки и образуют микроархитектуру компьютера На микроархитектурном уровне находятся внутренние регистры центрального процессорного устройства и тракт данных, включающий арифметико-логическое устройство Тракт данных предназначен для выполнения набора команд Аппаратное обеспечение и команды, допустимые программисту На языке ассемблера образуют архитектуру набора команд За частью данный уровень называют также машинным языком Ассемблер подробно описывает все действия, которые необходимо выполнить, чтобы управлять многочисленными устройствами компьютера Основное предназначение операционной системы заключается в том, чтобы скрыть все эти сложности и представить программисту более удобную систему команд Под операционной системой обычно понимаются Та программное обеспечение, которое запускается в режиме ядра или, как его еще называют, режим супервизора Операционная система защищена от вмешательства пользователя с помощью аппаратных средств Компиляторы и редакторы запускаются в пользовательском режиме Если пользователю не нравится какой-либо компилятор, он при желании может написать собственный Но ему не удается написать собственный обработчик прерывания от системных часов Являющийся частью операционной системы и обычно защищенный аппаратно от попыток его модифицировать Операционная система представляет собой комплекс управляющих и обрабатывающих программ Которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между аппаратурой компьютера и пользователем с его задачей А с другой стороны, предназначены для наиболее эффективного расходования ресурсов вычислительной системы И организации надежной вычислений Операционная система изолирует аппаратное обеспечение компьютера от прикладных программ пользователей И пользователь и его программы взаимодействуют с компьютером через интерфейсы операционной системы Примеры операционной системы Unix, OS2, Windows, Linux, MacOS, BIOS Обеспечение работы системы управления файлами или системы управления базами данных Что позволяет резко увеличить эффективность всего программного обеспечения Обеспечение режима мультипрограммирования, то есть организации параллельного выполнения двух или более программ На одном процессоре, который создает видимость их одновременного исполнения Планирование и диспетчеризация задач в соответствии с заданными стратегиями и дисциплинами обслуживания Аутентификация и авторизация пользователей для большинства диалоговых операционных систем Под аутентификацией понимается процедура проверки имени пользователя и его пароля На соответствующие тем значениям, которые хранятся в его учетной записи Если входное имя, логин пользователя и его пароль совпадают, то скорее всего это и будет тот самый пользователь Термин авторизации означает, что в соответствии с учетной записью пользователя, который прошел аутентификацию ему Назначаются определенные права, определяющие, что он может, а чего не может делать на компьютере Обеспечение работы систем программирования, с помощью которых пользователи готовят свой программы Представление услуг и случай частичного сбоя систем В операционной среды прикладная программа, созданная для работы в некоторой операционной системе Не будет работать в другой операционной системе, поскольку AR-1 у этих операционных систем различаются Эмуляция Воспроизведение программными или аппаратными средствами работы других программ или устройств В отличие от симуляции, которая лишь воспроизводит поведение программы При эмуляции ставится цель точного моделирования состояния имитируемой системы для выполнения оригинального машинного кода Обычно эмуляцию используют для осуществления следующих целей Создание нового микропроцессора В этом случае при помощи эмулятора на другом микропроцессоре Выполняются команды этого еще не существующего процессора 2. Необходимость выполнения программного обеспечения, написанного для другого устройства или операционной системы 3. Тестирование программ, написанных для различных систем При пользовании языков высокого уровня Иногда в целях сохранения быстродействия Исполняемые программы В месте эмуляции Делают Портирование Программ В новую среду Если Операционной системой Организована Работа с различными Операционными средами То в такой системе можно Выполнять программы Созданные Не только для данной Но и для других операционных систем Например Можно создать программу Для работы Среды ДОС Если такая программа Все функции Связанные с операционным вводом-вводом И запросами памяти Выполняют Не сама А за счет Обращения к системным функциям ДОС То она будет Успешно Выполняться В MS-DOS И в OS2 И в Windows И даже Linux Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому